И всем привет, ребят! С вами Мстер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному новому анонсу. Сегодня у нас четверг, уже завтра выходят новые обновления и сегодня у нас есть новые новости с контейнерами, с обновлениями, которые появятся у нас уже завтра в игре. Сразу скажу, что те обновления, которые я например вчера думал, что могут выйти, а именно полностью измененные контейнеры и добавление нового интерфейса, до сих пор не реализованы. И соответственно я так понимаю, что новый интерфейс может быть появится на следующей неделе, но на этой неделе его еще пока что не будет. Ну а что касаемо самих ивентов и что же у нас будет в игре, сейчас мы обо всем пройдемся. Есть одна очень еще интересная новость, но до нее мы доберемся чуточку-чуточку позже. Начнем с ультра уикенда. Я честно говоря думал, что у нас в этот раз будет не ультра уикенд, как я уже говорил на стримах. Я думал, что у нас будет дисконт уикенд, потому что ну как-то странно делать два ультра уикенда подряд, но для меня это странно. Разработчики игры у нас делают два, две недели подряд ультра уикенд. У нас появляется специальный режим вас по грома на карате гравити с повышенными фондами и выпадением золотых ящиков. Ну повышенные фонды в принципе у нас и появляются уже с завтрашнего дня, с пятницы по воскресенье повышенные фонды и опыт. Вместе с ними появляются конечно же ультра контейнеры, из которых сейчас выбить крайне сложно что-либо, но о них чуть-чуть поговорим попозже. Появляются специальные миссии, где нужно прожать расходку, занять топ-3 в одной катке и в принципе все, 250 всех припасов прожать. И вот эти заданки у вас будут готовы, вы сможете в сумме зафармить 7 ультра контейнеров. Очень хорошая заданка для моего бездонат аккаунта. Я думаю, что я ее выполню и выполню довольно таки просто. Да, то есть, ну тут посложнее только наверное мины попрожимать 250 раз. Все остальное довольно быстро выполняется. Специальные миссии две появляются с 10 ультра контейнерами, припасами и с 190 ультра контейнерами и еще дополнительными припасами. Также появляются двойные фонды и опыт, как я уже сказал, ну и праздничное оформление. В принципе, обычный дефолтный ультра уикенд без никакой новой дополнительной информации. Но что же у нас есть в списке обновлений? Это уже что-то интересное и еще есть, ну, пару таких моментов, которые неприятные, да? Обо всем по порядку. Появляется новое устройство на фриз. Это называется магнитная смесь. Критический урон накладывает на противника статус эми, но при этом урон снижен на 50%. Но непонятно, какой этот урон. Урон критический снижен или урон всей пушки снижен? Скорее всего, урон критический. Но я знаю, что бывает такое, что и как бы написано, что этот урон и где написано критический урон, оказывается потом, что весь урон снижен на 50%. Поэтому посмотрим, как это дело будет работать. Если есть интерес, мы можем, в принципе, даже в ближайшее время все это дело, конечно же, протестировать. В ультраконтейнерах из максимальной категории редкости исключены наборы с золотыми ящиками и премиум аккаунтов. Теперь ни премки, ни голдов не будет. Исключение этих наборов косвенно увеличивает шансы на интересные дропы из ультраконтейнеров. И у вас как бы есть возможность выбить что-то экзотическое из них. То есть голдов и премки нету. Вообще просто нету. Механика шардов полностью скрыта для браузерной версии игры. То есть шарды, а именно осколки, оставлены только для мобильной версии игры. Их получить можно при просмотре рекламы. Про битвы уже с завтрашнего дня можно будет создавать от сержанта до легенды. Очень и очень жестко. Мобильная версия игры, добавленные обновления. Ну в принципе, эти моменты там, ну как бы не совсем интересны. Ладно. Пушка Тесла. Урон шаровой молнии снижен до стандартного урона. С 800 до 1600 до... Короче в два раза. Два раза меньше урон. У Теслы с шаровой молнией. То есть этот шарик теперь будет наносить в два раза меньше урона. Теслу все продолжают нерфить и никак не могут привести к балансу. Ну я не знаю. Типа она реально жесткая. Да, с ней надо что-то делать. Надо что-то делать. Перезарядка между выстрелами у молота ускорена. Не сказать, что сильно, но цифры какие-то есть. Пушка смоки. Устройство парализующих снарядов время оглушения уменьшено. При этом счетчик вероятности критического выстрела увеличивается на любом выстреле. Только при попадании цель. Короче если теперь стреляет на смоке например в стену после крита. То у вас эти выстрелы будут засчитываться как обычные выстрелы. То есть в теории после крита вы можете пару-тройку выстрелов выдать просто в воздух. И у вас опять может быть критический урон сверху. Это в принципе ну такая интересная вещь. Когда-то такое в игре у нас уже было. Сейчас я так понимаю, что к этому в очередной раз мы вернулись. Устройство упорядоченная боеукладка теперь гарантированно критует каждый четвертый выстрел. А не каждым четвертым попаданием. То есть это устройство вообще можно как бы выдавать выстрелы исключительно криты с этим устройством. Потому что ты знаешь, что каждый четвертый твой выстрел будет критический. Устройство токсичной смеси на фреза критический урон снижается. Короче фреза с новыми устройствами тоже я так понимаю, что поднерфили. Новое устройство для твинса, которое оглушает тоже уменьшено оглушение с 0.5 до 0.4. У страйкера тоже самое. Но при этом у страйкера написано, что перезарядка после залпа больше не ускоряется. Якобы это должно занерфить это устройство, но это надо тестить. Я не совсем уверен, что это нерв. Ну и что-то тут интересное с аресом. Задержка выстрела после активации овердрайва увеличена. Задержка выстрела после активации овердрайва с 0.7 до 1. А, то есть короче дольше шар будет, вернее дольше он запускаться будет как на вылет после нажатия кнопки. Скорость снаряда овердрайва увеличена с 9 до 18. Нифига он будет лететь так как торпеда. Дальность молнии овердрайва увеличена. Оооо, так это ареса шар забустили очень неплохо. Очень неплохо забустили. Исправлена ошибка, при которой в контейнерах при выборе все фильтра не отображались все возможные награды. Исправлена еще куча всяких разных ошибок, которые я в принципе читать не буду. Если вам интересно, вы можете почитать. Да, были здесь кстати ошибки, с которыми даже я сталкивался. Ну и самое еще интересное это то, что на витрине нельзя будет теперь найти премиум аккаунт, контейнеры, золотые ящики, звезды, кристаллы, комплекты припасов. Все это исключено из витрины в магазине игры. И как раз таки тот факт, что я приобрел премачку со спецпака, это было очень неплохо. Уже с завтрашнего дня такой возможности у вас не будет. Премиум становится как уникальный контент, который можно приобрести исключительно из магазина, как отдельный предмет. А не просто выбивать везде. С одной стороны, это конечно может быть правильно. Да, то есть, ну если как поразмыслить вообще в принципе. Но если учитывать тот факт, как просто доставался этот премиум аккаунт раньше, то такой обрез премки в данный период времени для меня не совсем понятен. То есть, по сути, и так уже эта премка была в полной доступности. А тут хоп, бац. И получать ее можно только исключительно, если покупаете сами в магазине. Да, то есть, многим игрокам, понятное дело, что это... Ну, это как многим. Я думаю, большинству игроков это очень и очень сильно не понравится. Ну и посмотрим, посмотрим, насколько часто будут, например, у нас предлагать вот такие вот спецпаки с премкой, как был, например, на предыдущих выходных. Поэтому премиума больше нет. Что делать? Либо покупать его за реал, либо играть без премки. Ну, либо надеяться и верить, что будет у нас часто выходить спецпредложения, где можно будет их приобрести. Эти премиум дни. Поживем, увидим, посмотрим. Посмотрим, что у нас будет дальше. В этом плане я, честно говоря, ожидал от этого обновления большего. Да. Ну, практически ничего такого, что я хотел лично видеть, я здесь, к сожалению, не увидел. Да. Изменения, как таковых, в ультраконтейнерах нету. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что у нас будет дальше. Возможно, на следующей неделе нас ждут крайне интересные новости. Пишите, что вы думаете по поводу этого обновления. Пишите, что вы думаете по поводу премочки, которой больше нету и возможности ее теперь приобретения только есть у вас в магазине, как за реальную валюту. Да. Ну, либо надо ждать, как я уже сказал, спецпаки. Поддержите видео с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, за скорость, за оперативность. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok